Здравствуйте, в эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Здоровье не купишь». В студии я и ведущий Александр Гурарье. Еще чуть меньше месяца назад в Израиле уже торжественно объявляли, что коронавирус практически побежден, количество заразившихся в сутки достигало уже 24-25 человек по всей стране, что, в общем-то, было весьма и весьма оптимистично, но что-то пошло не так, как, знаете, это в хороших сериалах говорят, что-то пошло не так. И вдруг количество заражающихся начало расти, 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 и последние данные, которые вот за минувшие сутки заразилось почти тысяча человек. Что же произошло, в чем была допущена главная ошибка, поможет нам разобраться врач, семейный доктор Натан Тимкин. Натан, здравствуйте. Добрый вечер. Натан, на ваш взгляд, вы все время как бы на острие, как бы в гуще событий, вы принимаете людей, через вас проходит огромное количество пациентов. На ваш взгляд, в чем была допущена ошибка? Все было так хорошо, мы уже начали строить планы на лето, куда полетим. Израиль уже практически входил в так называемый зеленый клуб государств, которые открывали границы, открывали авиасообщения, и вдруг все пошло снова. Вы понимаете, в чем дело? На мой взгляд, пошла новая волна, которая совершенно отличается от предыдущего течения эпидемии. В прошлый раз у нас в основном было поражено население, проживающее в домах престарелых, или вообще пожилые люди, или люди, у которых были хронические заболевания. Соответственно, кстати говоря, была значительно более высокая смертность, и было очень много людей, у которых заболевание протекало тяжело. В этот раз ситуация выглядит не так критично с точки зрения этих параметров, но, тем не менее, мы уже обогнали по цифрам, значительно обогнали предыдущую волну. То есть сами себя обогнали? Мы сами себя обогнали, да, вот, к сожалению. Происходит следующее. На мой взгляд, немножко раньше, чем надо было бы, открыли учебные заведения. Школы, детские сады, университеты. Очень рано открыли залы торжеств. Мы знаем, что там собирались, сначала разрешено было собираться до 100 человек, потом до 250 человек. Люди в залах торжеств обнимаются, целуются, люди танцуют, тем самым повышая свои дыхательные экскурсии. И, соответственно, они больше выдыхают. Поэтому достаточно быстро там происходит заражение, значительно легче, чем в обычной жизненной ситуации, когда человек просто сидит у себя где-то в кресле на работе или даже идет по улице. Тем более, если он идет по улице. И ко всему прочему присоединилось знаменитое израильское разгильдяйство, как я, в общем, мне кажется. Потому что мы видели, что люди перестали носить маски, мы видели, что люди перестали опасаться, следить, что они трогают руками, куда после этого они прикасаются. Все это оказало очень быстро негативные реакции. То есть пропал страх? Пропал страх изначально, потом пропал? Пропал страх и накопилась усталость от предыдущего карантина. Все-таки 2-2,5 месяца сидеть в ситуации, в которой мы были, которая непривычна большинству извельтян, это очень тяжело. Ну и вот, к сожалению, все это вместе привело к тому, что сразу же, не сразу, а через 2 недели, картинка перевернулась. Стала резко нарастать заболеваемость. И тоже после этого люди, которые, так сказать, не доверяют нашей статистике и считают, что вообще все это ерунда, они сначала говорили, ну ладно, ну вот да, действительно растет заболеваемость, но у нас же теперь много АВЛ, машин искусственной вентиляции легких, и у нас вообще нет такой тяжелой заболеваемости сейчас, как была в предыдущую серию, предыдущую волну. И ничего страшного, ну хорошо, у нас молодые переболеют, а потом они создадут стадный иммунитет, и мы, наоборот, за счет этого выйдем из данной ситуации. Тут сразу существует несколько логических ловушек, о которых, наверное, стоит сказать. Да, обязательно. Ну, во-первых, да, действительно, в основном сейчас болеют школьники или молодые, у меня почти каждый день, к сожалению, появляется от 1 до 3-4 новых пациентов с коронавирусом, и в основном это люди действительно до 40 лет, в целом здоровые, которые на работе или где-то в какой-то компании подхватили, и у них минимальная симптоматика. Ничего серьезного они не испытывают, и вообще очень огорчены тем, что им из-за этого надо сидеть в карантине, что им нужно ежедневно общаться с врачом, что они как бы находятся под колпаком. В общем, это очень неприятно. Прошу прощения, вот я сразу же встречный вопрос хочу задать. Я встречал во многих источниках, ну, и в социальных сетях, и в средствах массовой информации, сообщения о том, что как бы коронавирус выдыхается, что у него сейчас более легкая форма, вот по крайней мере у нас в Израиле, не будем сейчас брать зарубежные страны, что в Израиле, что он в более легкой форме, это какая-то мутация вируса, которая совершенно другая, она протекает легко и счастливо, и как бы не надо ничего бояться. Вы понимаете, в чем дело? Это досужие домыслы. Дело в том, что мы этого еще знать не можем, но просто нет достаточно статистической выборки, чтобы сделать по этому поводу исследование. Возможно, действительно так, и вирусы мы знаем, они мутируют быстро, и поэтому, да, и вирусы хотят всегда приспособиться к хозяину так, чтобы хозяин выжил, потому что это целесообразно и для вируса тоже. То есть он будет болеть, но при этом как бы будет болеть долго, но не безнадежно. Точно так же может мутировать и вирус коронавируса, и ничего в этом странного не существует. Но это не доказано, и ситуация сегодня такова, что просто задеты в основном группы населения, значительно более здоровые, чем те, которые болели в прошлую волну. И, к сожалению, вот сейчас, когда мы говорим о том, что волна пошла на третью, не четвертую неделю, где-то месяц ей уже, во-первых, мы видим, что все-таки выросло количество тяжелых случаев, да, потому что первое число мая таких тяжелых случаев почти не осталось. у нас были расформированы часть отделений коронавируса, которые существовали в Тель-Шумере, в Беллинсене, еще в нескольких больницах. Они были просто расформированы. Даже я позву сообщения о том, что рассматривался вопрос о том, как бы отменить уже заключенные контракты на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких, потому что их слишком много назаказывали, и надо срочно от них отказываться. Была замечательная такая эйфория, все чувствовали, что вот мы не победили вирус, но мы победили эпидемию. И тут нас, как бы, Боженька поставил на место, объяснив, что человек предполагает, а Бог располагает, все идет не совсем так, как бы нам хотелось. Вот. И прошли те самые 3-4 недели, и мы видим, что растет и заболеваемость, в тяжелых вариантах, которые достигло на сегодняшний день, не знаю, на сегодняшний день, я еще не видел статистики, но вот вчера или позавчера было 52 случая, это уже достаточно серьезно. К сожалению, еще 20 человек погибло, а мы уже были в ситуации, когда у нас было в течение недели или полутора недель ноль смертей. То есть, мы не можем окончательно утверждать, что этот вирус мутировал в более легкую форму, и что он не дает таких вот тяжелых осложнений, которые были раньше. Вторая проблема, о которой очень важно поговорить, вот эта история по поводу стадного иммунитета, она очень красиво звучит, и, в общем, для очень многих вирусов она действительно работает, эта теория. Но, к сожалению, не для всех. Например, история с SARS-пневмонией, которая является родной сестрой коронавирусной инфекции. Старшей сестрой. Старшей, старшей сестрой, да. Там нам просто очень повезло. Она каким-то образом чудесным самоиспарилась, эта инфекция, но при этом никакого стадного иммунитета она выработать не смогла, и, более того, ученые, предпринимавшие попытку разработки прививки, вакцины от SARS-пневмонией, потерпели некое поражение, потому что, да, было несколько крупных компаний, которые вопросом этим занимались, они разработали, разработали прививки, прививки работали странным образом. Они поначалу вроде бы как работали, а потом через буквально 2-3 месяца антител, их следа в организме не находили. Потом оказалось, что, видимо, они уходят, эти антитела, в ткани, и каким-то образом они там остаются или исчезают совсем за ненадобностью. Таким образом, в крови антител не было и прививка не работала. Существуют довольно серьезные опасения, что такая же история ждет нас с прививкой от коронавируса, которая сейчас находится уже на стадии, на третьей стадии, то есть стадии клинических испытаний. Собственно говоря, мы все с большим нетерпением ждем результатов этих испытаний, которые, как бы, ближайшие полгода должны завершиться, и нам должны объявить одна из компаний, а их как минимум три, которые сейчас соревнуются между собой, как бы идут голова к голове в этом соревновании, что вот, да, мы разработали эту прививку, и она работает. Очень хотелось бы в это верить, но существует серьезное опасение, что, к сожалению, это будет не совсем так. Вот эта проблема, она связана с той же самой теорией стадного иммунитета, которая вполне возможно, что не заработает при этой инфекции. Натан, ну, в связи с этим у меня, в общем-то, следующий вопрос, как бы связан в Израиле, сейчас проводится выборочная вакцинация для проверки наличия, точнее, не вакцинация, простите, выборочные проверки на наличие антител, то есть специальные, это самое лекарство, которое было давно закуплено, и которое спохватились, что там через неделю или через две уже истекает срок годности, сейчас быстренько-быстренько делают эти проверки. Есть уже какие-то результаты, вообще, какова цель этих проверок и что она дает? Не лекарство, а реагент, ну, неважно. Значит, суть заключается в том, что хотят проверить сирологию в крови и найти антитела, и таким образом, во-первых, можно определить, какой процент населения переболел, ну, приблизительно определить. И, во-вторых, можно построить эпидемиологическую и географическую карту, определив, в каких районах страны заболеваемость выше, где она более активная сейчас, а где она меньше. Значит, тут надо обратить следующее внимание. Во-первых, и у этой прививки в связи с тем, что мы говорили про вот уход антител в ткани, у нее есть окно возможностей. Антитела не проявляются сразу, и, видимо, через 2-2,5 месяца они тоже исчезают, их невозможно определить этим анализом. Таким образом, мы сможем определить людей, более-менее, которые переболели в той или иной форме, может быть, совсем легкой форме, может быть, бессимптомные, за последние 2-2,5 месяца, а не за все время эпидемии. Мы говорим, что у нас эпидемия началась в конце февраля, в начале марта, а мы уже находимся в начале июля, то есть у нас немножко больше времени, соответственно, переболевших будет чуть-чуть больше, чем то количество пациентов, которые будут обнаружены за счет этого теста. Но зато она может нам дать неплохой прогностический неплохие прогностические данные по поводу того, что будет происходить вот именно сейчас. Но эта прививка не для пациентов, она не для того, чтобы лечить людей, она для того, не прививка, простите, тест, это тест не для пациентов, не для того, чтобы лечить людей, а он для того, чтобы эпидемиологи, ученые сидели и понимали, на какой стадии развития хотя бы вот этой волны, вообще эпидемии, мы находимся, какое количество населения в настоящий момент переболело в той или иной форме. Сам по себе тест, он достаточно длительный. В тот момент, когда его берут, его берут, а результат получают только через две недели. Более того, есть некоторые ситуации, при которых после этого надо брать повторные тесты, и тогда это еще две недели. То есть окончательные результаты мы получим где-то через месяц. При этом, еще раз, врачи не могут выписать направление на этот тест, пациент не может попросить направление на этот тест. Тесты разбросаны рандомальным способом по десяткам поликлиник разных больничных касс по всей стране. Я знаю, что в больничной кассе Макаби, чью честь я имею представлять, эти тесты начали производить то ли позавчера или то ли позапозавчера. То есть вот буквально вот сейчас, днями. И далеко не во всех городах эти тесты существуют. Каким образом это вообще работает? Работает это таким образом. Пациент, которого семейный врач отправил сделать в лабораторию какие-либо анализы крови, не связанные с коронавирусом, просто анализы крови. Если он попадает именно в ту поликлинику, которая вошла в это исследование, то лаборантка, которая будет делать ему забор крови, она автоматически предложит ему поучаствовать в этом исследовании, чтобы у него взяли еще одну пробирочку на вот этот тест сирологии на коронавирус. Ну, я себе предполагаю, что большинство людей с радостью согласятся, потому что всем интересно, а вот переболел я или нет. Потому что в конечном итоге результаты до конкретного пациента все-таки дойдут. Того, у кого взяли этот анализ, он узнает, будет этот анализ у него положительным или отрицательным. И, конечно, это любому человеку интересно. Ну, так вот, я хотел сказать о том, что это не в каждом городе, это не в каждой поликлинике, и это не по указанию врача, а это рандомально для того, чтобы определить, каким образом государство Израиль осеменено коронавирусной инфекцией. Понятно. Но это чисто исследовательские функции, которые потом, так сказать, трансформируются уже в реальные, так сказать, в реальные действия, в реальные рекомендации. А, кстати, по этому же поводу у меня вопрос. А есть ли какие-то новые данные о том, мы с вами говорили в предыдущих программах, есть ли повторные случаи заражения? Потому что, если как бы подтверждается, что есть, то тогда вот эти вот исследования, они, на мой взгляд, непросвещенные, в какой-то степени теряют смысл. Вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что вся эта история, как вы понимаете, это меньше полугода. Если бы мы говорили о заболевании, которое мы изучаем два-три года, то мы могли бы, может быть, обнаружить некую закономерность, сезонность или какие-то дополнительные волновые изменения в течение заболевания. И более того, могли бы, наверное, обнаружить, существует ли, повторное заражение. Пока что это вопрос спекуляций, но я напомню, что в свое время, уже пару месяцев назад, если не три месяца, нет, пару месяцев назад, южнокорейские ученые, южнокорейские эпидемиологи опубликовали очень важный документ, который сообщал о том, что пациенты, которые были положительными, которые переболели, которые после этого выздоровели, у которых были абсолютно нормальные общие анализы и плюс нормальные, отрицательные уже два последовательных анализа, два последовательных теста на коронавирус, их через месяц или полтора снова проверяли. И через месяца-полтора у них не в антителах, а в мазке, вот в том самом тесте на то, что называется на английском PCR, а на русском языке это они называют PCR, вот этот тест, он у них опять становился положительным. И не был пока что получен ответ, является ли это повторным заражением, потому что это люди, которые после заболевания полностью выздоровели и вышли как бы на улицу, гуляли и чувствовали себя абсолютно свободно. или это недолеченный первичный случай. То есть как бы рецидив, который пропускает тест, а он на самом деле остается. Натан, скажите, возвращаемся к лечению коронавирусных больных. мы с вами в предыдущих программах, которые мы с вами делали там месяц-полтора назад, упоминали о том, что идут всяческие разработки лекарств. Я сейчас говорю не о вакцине, я говорю о протоколах лечения. То есть накоплен ли определенный опыт, точнее опыт-то понятно, что накоплен, есть ли какие-то более, так сказать, внятные протоколы, которые сейчас применяются в Израиле, и может быть благодаря которым в какой-то степени у нас такое низкое количество тяжелых больных и относительно низкое количество смертей. Ну, принципиально ничего нового не произошло, но можно сказать так, протоколы кристаллизировались. Да, они обросли достаточно большой статистикой, и стало понятно, что действительно работает, а что не работает. Знаменитый уже препарат фирмы Гелиад, фирмы из Сан-Франциско, Ремдозивир, видимо, работает именно как противовирусное лекарство для коронавируса, и он, видимо, работает лучше всего, что существует на сегодняшний день. Кроме этого, для осложнений есть несколько препаратов, начиная от самых, ну, непростых, но, в общем, давно известных стероидных препаратов. Кроме того, стало понятно, что при осложнениях очень важно достаточно рано давать разжижающие препараты, препараты, разжижающие кровь, все это снижает тяжесть течения заболевания, и, соответственно, в конечном итоге снижает смертность и улучшает показатели и скорости выздоровления, и качества выздоровления, и количества выздоровления. Скажите, последний вопрос, как бы, ваши прогнозы, то есть, что сейчас нужно делать, потому что, честно говоря, ощущение у простых граждан заключается в том, что, как бы, никаких серьезных действий не предпринимается, то есть, правительство не может решиться на то, чтобы обратно уйти в карантин, да, сейчас вновь начали ограничения на там массовые мероприятия, но, тем не менее, все это как-то делается вяло, очень осторожно и очень опасливо, то есть, правительство боится непопулярных мер, это можно понять, а что же произойдет с нами, то есть, одними масками можно все это победить? Во-первых, я думаю, что правительство боится просто обвала экономики, но мы сейчас не об этом, а о медицине, а если говорить о медицинских аспектах, то, в общем, ничего нового не сказано, но просто надо делать то, что было сказано раньше. Лично, нужно снова начать бояться? Нет, не надо бояться, надо просто понимать, что личная гигиена, самодисциплина, социальная дистанция, ношение масок, правильное ношение масок, это очень важно подчеркнуть, уже вот по этому поводу есть уже хорошая статистика, которая доказывает, правильное ношение масок останавливает распространение инфекции. Что такое правильное? Маска должна быть одета так, что она прикрывает и рот, и нос, а не на подбородке, не на предплечье, не только на губах, она должна полностью прикрывать органы дыхания и дыхательные пути, к которым относятся и носоглотка, и ротовая полость. Ну что, спасибо большое, я напоминаю, дорогие друзья, мы беседовали с семейным врачом больничной кассы Маккаби Натаном Тимкиным, Натан, будьте здоровы, вы на острие войны, вам нужно прежде всего беречь себя. Дорогие друзья, пожалуйста, соблюдайте дистанцию, носите маски, не слушайте тех, кто кричит, что это все ерунда и маски ни от чего не помогают, маски помогают, это уже доказано, и пожалуй, это единственное средство сейчас, которое может реально остановить эпидемию. Программа «Здоровье не купишь», я Александр Гурарье, прощаемся с вами, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова